Сейчас проведем маленькую экскурсию вокруг одного из домов на улице Киевской за станцией Киевская железнодорожная. Дом этот номер 131-135. Как я уже говорил раньше, в Калининграде номера домов обозначаются не по номеру самого дома, как строение, а по номерам подъездов. Вот этот дом, в общем-то, 131-135, имеет три подъезда. Сейчас мы заснимем его фасад с этой стороны, потом еще обойдем его весь. Вот Киевская, дом 131-135. Вот здесь три подъезда. Это один из трех домов такого примерно типа на этой стороне Киевской улицы. И еще один похожий дом находится на другой стороне улицы. В общем, их четыре таких похожих по архитектуре, но, скорее всего, они чем-то отличаются друг от друга, потому что немцы не любили строить дома абсолютно одинаковые. Они были похожи, но не одинаковые. Вот этот вот левый торец, окна, дом трехэтажный и такой подвал здесь солидный имеется. Вот. С этой стороны подойдем, посмотрим. Вот. Какие-то сборы идут. Гаражи. Не знаю, с каких пор они здесь стоят, но, видимо, с недавних, судя по постройкам, это, может быть, 70-е годы. Вот, собственно говоря, то, что называется дом 131. Такой парадный вход тут интересный. Лестница пожарная, которая у нас в общем случае в каждом Калининградском доме или Кёнигсбергском доме такая лестница имелась, но они в годы советской власти постепенно обрезались и обрезались, становились все выше и выше, чтобы дети не лазили на крышу сам, так сказать, со временем по этим. Это центральный подъезд. Дом 133, так называемый. Вот. Ну, дом, видимо, давно не ремонтировался. Вот. Здесь заасфальтировано все. Вот. То есть, кто наводил явно при немцах. Такого асфальта здесь не было. Вот. Интересные такие окна вот здесь вот. Продолговатые. Ну, это подъезд в сам, лестничная площадка. Вот. Здесь тоже идет лестница пожарная наверх. Вот она. Там вот завершается. Вот. Такой же симпатичный дом 135, подъезд, такой вход. Ну, солнце немножечко дает рябь такую. Вот. Ну, вот колонны достаточно такие представительные. Не просто какая-то палка, но с таким округлением внизу, утолщением. Вот. То есть, в общем-то, стиль определенный выдерживался все-таки. Несмотря, так сказать, на то, что немцы, они не любители больших архитектурных излишек, там, как итальянцы, там, или французы, скажем так. Но, тем не менее, дома у них были строгие и отвечали определенному стилю. Их, может быть, это и выделяет немецкие дома. Вот. Среди остальных домов. Вот это вот дворик. Вот. Тоже сейчас посмотрим. А здесь двор. Тоже мы сейчас быстренько пройдем. Вот. Ну, вот тут посадили маленькую кумбочку такую. Две. Обложили камушками покрашенными кирпичами. Вот. Двор пустынный. Вот. Там такие заросли интересные. Вот. Там на радиотворе играть было самое то интересное. Вот. Солнце. Деревья еще немецкие здесь растут явно. Вот этот гараж явно старинный. Из крутангара сделанный. Как бочка пивная большая. Вот. Вот такой двор. Дерево. обломилось. Вот оно сверху. Все. Кроной вниз. Бедненькое дерево. Видимо, был сильный ветер, который его подломил. Там уже дома. Это дома уже эпохи Российской Федерации. Такие кирпичные. Ну, мне так кажется, в всяком случае. Наверное, это после 91-го года дом строился. гараж еще раз такой гофрированный. Фундамент из старых немецких кирпичей. Тут ступеньки даже какие-то были. Видимо, тут, наверное, даже что-то было. Не исключено, что здесь было даже бомбоубежище. Вот. Которое потом переделали. Наража здесь. У нас что? Да, там совершенно запущенная территория. Вот такой пенек живописный. Да, такие запахи здесь запущенные. Приятные запахи. Запах запущенный. территорий такой. Но не сильно загаженный, скажем так. Листья. Да, видимо, здесь уже детвора не играет. Раньше, так сказать, мы играли в таких дворах. Было большое раздолье. Вот. Нако, продолжим. Вот еще раз посмотрим те палисадничек, которые здесь посадили. Вот. Достаточно уютно сделан. Забор. За ним сады находятся. Вот еще пока остались здесь такие древние сады немецкого происхождения практически. вот это вот другая сторона фасада этого дома. А двор здесь общий двор трех, даже раз, два, четырех домов вот был такой. но его заасфальтировали. Но явно, что раньше здесь тоже была травка. Здесь было уютно. Здесь, видимо, росли какие-нибудь садовые деревья, которые вот там вот остались только. И потому что гаражи тоже новые. Относительно, естественно. фасад дома 131-135 с другой стороны. Вот. Вот. этот дом. Пойдем. Просто его посмотрим. Вот. Здесь вот не исключено, что здесь был какой-то вход парадный общий. Но его или не было. Трудно сказать. Ну, может даже был. Скорее всего. Потому что на тех домах есть здесь парадный ход. Но, видимо, модернизировали дом. Подвалы здесь, конечно, такие большие и жуткие. Вот там вот прорези. С них можно нормально отстреливаться из автомата. У немцев все было предусмотрено. Вот. Вот. Вот завершили мы круг вокруг дома 131-135. Вот. Посмотрели двор заодно. Еще раз посмотрим внешний фасад. Вот такая вот маленькая экскурсия по одному из домов вдоль или вокруг одного из домов на улице Киевской. В бывшем поселке Понарт немецком. Сейчас здесь магазин продукты. А вот в этом доме новом здесь будут находиться мировые судьи московского уже района. Поскольку Балтийский район объединили с московским. И назвали одним словом московский. Вот. Продолжение следует...